На сегодняшний день основная проблема Одесской киностудии это то, что она является акционерным обществом. И все бы это было, может быть, и неплохо, если бы это акционерное общество поддерживало, если бы руководство Одесской киностудии поддерживало этот статус-кво акционерного общества, где 50% плюс 1 акция принадлежат государству, а 49% минус 1 акция, 50% минус 1 акция принадлежат частному инвестору. Так вот, ситуация развивается следующим образом. Вот это общежитие, вокруг которого идет очень много сейчас споров, дискуссий и так далее и тому подобное, к сожалению, незаконно во время акционирования Одесской киностудии вошло в целостный имущественный комплекс и было оценено как долевое участие государства в акционировании. Сейчас, на сегодняшний момент времени, когда общежитие с осени этого года, с прошлого года, стихийно заселяется и людям обещается, что как только это общежитие будет вынуто из целостного имущественного комплекса и передано на баланс города, вы сможете нормально приватизировать все свои жилые метры, которые вы сейчас купили, взяли. Жилые метры на французском бульваре. Люди, которые, если до четвертого этажа в этом общежитии живут люди, которые проработали и отдали всю свою жизнь действительно киностудии, то начиная с шестого этажа, там живут люди, которые проработали на этом предприятии максимум год, но полтора. Это те люди в основном, которых на работу брал я, будучи председателем правления закрытого акционерного общества Одесской киностудии. Я был председателем правления с 2009 по 2012 год. И поэтому, конечно, мне очень грустно, что эти люди, которых я брал для того, чтобы они помогали развивать Одесскую киностудию, для того, чтобы они помогали этому предприятию жить, существовать, развиваться, чтобы там снималось кино, они все очень сейчас мило, быстро нашли общий язык с председателем правления Андреем Вадимовичем, который вообще киевлянин, да. И, в общем, тоже очень любит Одессу, говорит, да, очень любит Одесскую киностудию, но то, что он делает... Ну, какой киевлянин не любит Одессу, да, или москвич? Но то, что он делает, ведет к переходу государственной части контрольного пакета в частные руки, что в последующем, мы это знаем на примере Ялтинской студии, ведет к тому, что по адресу французский бульвар 33 Одесская киностудия, здание Одесская киностудия останется. Фасад останется. Фасад останется, да, и, возможно, даже проход к одному павильону останется. А дальше будут стройки жилых массивов. Очень красивые дома вырастут.